Хорошо, а если мы про воспитание заговорили, я цеплюсь сразу и вернусь к разговору нашему доэфиру про Нику Валерьевну. А, давайте, это хорошая идея. Кем вы воспитали Нику Валерьевну? Нику Валерьевну сама как-то воспитывалась березкой. Что значит сама? Ну, она не была, у неё была мать, у неё был отец, всё это было. Но она поразительная, я уже говорил, не потому что она моя дочь, я мог бы о ней говорить самые великие слова, какие можно сказать, о красивой девочке. Она очень красивая, она бесконечно красивая, она миниатюрная, и в ней как-то всё сочеталось гармонично. Но вот я ей хотел сказать, она как-то родилась уже со знанием того, что можно делать, что нет. Я не знаю, как это удалось. То есть она не первую жизнь живёт? Я не воспитываю её вообще в этом смысле. Вот там, как многих воспитывают, как сейчас внук растёт, который может ударить собачку. Я говорю, что вот этого делать никогда нельзя. Вашу собачку или собачку? Нашу собачку, общую у нас собачку. А, у вас общая собачка, поэтому. Без Халлин Вайтерьер. Вот буквально вчера мы были в ужасе, когда он пытался чем-то тяжёлым... А сколько лет мальчику? Он маленький, ему ещё только 15 месяцев. Ну, нормально, чисто рефлекторно, растёт воина. Ну, сказать можно и нужно. Я никогда этого не говорила, потому что она никогда этого не делала. Она проявляла, конечно, интерес к профессии, но как-то так получилось, что мы с Катей очень легко её отодвинули от этой пропасти под названием «Актёрская профессия». Но она же всё равно в отрасли, она театральный продюсер. Она поступила в ГИТИС, в наш институт, и поучилась пять лет на продюсера. И воспитывал её Давид Яковлевич Смелянский. И я рад, что он мой друг, и он мой близкий мне очень человек. И я не... Вы знаете, я никогда не звонил ему, не говорил. Знаешь, вот дочь хочет поступить. Клюнусь, я ничего этого ему не сказал. Ну, она горкали. Полу неожиданности. Да, но кто-то кровью умоется, сказал я другому, своему другу. Потому что если девочка не будет взята, конечно, кровь прольётся, но... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». «Москва-24».